всем привет ребята вы на канале не джели и с вами июля и сегодня я снимаю видео о том что я буду с собой брать вручную класть а именно я что с собой буду брать в поездку потому что мы уезжаем на два или полтора дня на аршан кто не знает что такое аршан это курорт бурятии там горячие источники огромные чебуреки горы водопады то есть там очень много всего но едем мы туда на два или полтора дня потому что во первых потом уже на самом деле надоедает и тем более мы любим ездить только на пару дней так что сегодня покажу что я буду с собой сюда брать конечно же я вам не буду показывать прям весь свой рюкзак то есть прям все что я беру потому что я еще не все сложила до конца мне еще осталось там гель для умывания и так далее это я пока что складывать не буду но покажу уже примерно что я с собой беру так что давайте сейчас немедлить начинать ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ну и погнали хочу перед началом этого видео также посоветовать вам очень классный канал алинка лайф на его канале вы можете увидеть очень много разных видео таких как уход за лицом различные макияжи скейти школьные видео даже распаковки посылок с алиэкспресс что супер интересно конечно же мотивации на учебу помощь начинающим видеоблогерам девайвая и так далее это мы вы точно встретите очень много классного контента тем более скоро не уже будут конкурсы поэтому давайте поможем мне набрать 700 подписчиков подписывайтесь все ссылочки найдете в описании решила как вы видите собрать свой рюкзак авокадо потому что я на самом деле его очень редко нашу школу потому что достаточно такие большой а мне не нужен такой большой рюкзак школу но как раз таки сейчас для поездки думаю будет самое то же нас я кстати моя сестра тоже собирает такой же рюкзачок лайки me только у нее там с кактусами вы можете посмотреть упаковочка была у меня на канале а у меня такой рюкзачок лайки me но как видите он с авокадо очень красивый как вы можете заметить такой черный везде тут авокадо по всему периметру сзади тоже классная спинка сам по себе он очень прочный поэтому я думаю он выдержит все что я с собой беру также тут есть получать такой вот небольшой кармашек есть вот еще такое разделение потом вот тут кармашки и вот такой кармашек наверное думаю сейчас мы вообще начнем не с рюкзака я хочу показать что я купила потому что таки там тоже будет холодно мы вчера были в мармалатом и давайте покажу какие угли я себе взяла такие вот угли я приобрела в мармалат а такой цвет розовый светлый пудровый очень приятные теплые это натуральный мех так что я надеюсь что они будут такие же теплые как я и планирую как я сейчас их вижу и конечно же гулять в них будет мне одно удовольствие а я не замерзну я конечно раскладывать с собой в рюкзак не буду я в них поеду буду ходить так что давайте их сейчас просто поставим наверное начнем с этого маленького кармашка потому что мы обычно всегда начинаем с маленьких карманов тут у меня пока что ничего не кстати там тоже print авокадо и вот тут я уже положила вещи которые положу в этот кармашек конечно же это будут разные мелочи то есть первое это у меня powerbank и кстати уже зарядила на сто процентов поэтому складываем сюда наушники airpods и так выглядит точнее это tvc 12 планирую кстати купить себе ближайшее время и после либо автор или по-первых пас про я не знаю по какие выбрать беспроводные конечно же могут сесть но обычно наушники никогда не сядут поэтому беру такие вот наушники от айфона конечно же их минус что мне не нравится наушников айфона что если я телефон посадила то я не могу уже слушать музыку потому что этот разъем как для зарядки так и для наушников конечно же это огромный минус и плюс как раз таки беспроводных наушников что независимости от того сколько у тебя процент на телефоне Ты можешь слушать музыку Конечно же идет зарядочка от моего телефончика, айфончика Тоже складываем И кладем все вот в этот кармашек Он достаточно-таки вместительный Это у меня гель для бровей и тушь Потому что на самом деле мы едем на полтора или два дня То есть тут особо как бы не нужно краситься И на самом деле все равно может быть для влогов или для тиктоков я накрашусь Ну а так конечно же возьму только тушь и гель для бровей И у меня идет антисептик Конечно же коронавирус, к сожалению, никто еще пока что не отменил Поэтому берем с собой антисептик обязательно Вкладываем также в грузачок Ну еще вот такие вот две резиночки обычные Черная и серая Вдруг черная потеряется На всякий случай беру с собой серую Потому что там конечно же я уже буду наверное ходить с хвостом Потому что так удобнее и практичнее Все, мы с вами собрали целый кармашек Вот так вот у нас тут получилось Такие вот у нас вещички Теперь закрываем И переходим к следующему отделу Вот этому огромному Сейчас мы будем очень много туда складывать Надеюсь, что все поместится Возможно что-то я потом выложу Потому что мне кажется Сейчас я взяла очень много вещей Но конечно же я потом еще раз посмотрю Потому что мне сейчас кажется Что реально я взяла куда-то на неделю А у меня всего надо на полтора дня Глубная паста и две щетки Первая щетка у меня монопучковая А вторая вот такая вот тоже щетка Не помню как она называется И паста, которую я всегда использую Это паста сплат Я вам постоянно ее показываю Биокальций Поэтому на самом деле думаю повторяться не стоит Почему я кстати уже сразу сложила Потому что у меня есть и другая паста И щеткой я очищу электрическую Ну конечно же брать электрическую я не буду Она тяжелая Поэтому возьму с собой пасту и две щеточки Не знаю, какой карман сложим Давайте просто пока что положим вот так вот вниз Потому что не знаю пока куда положить Положим вот это разделение вот сюда вот Потому что это все-таки не одежда А уже предметы личной гигиены Поэтому сложим просто сюда Это у меня расщеточка Также ее положу вот в этот отсек Следующее, что я беру, это дезодорант Тоже его складываем вот в этот отсек И такая вот шапочка Кстати, она у меня интересный факт Лежит уже где-то год новая И я ее ни разу не распечатывала Не распаковывала Вот так вот она выглядит Прикольный такой переход тут И на самом деле она у меня лежит Потому что все я как-то хотела ее взять с собой Но ни разу не брала Поэтому она у меня лежит новенькая Я не знаю пока что куда ее вкладывать Давайте тоже наверное вот в этот отсек сложим Ну походу сейчас туда все запихаем Так, что я вкладываю дальше Это конечно же носочки Потому что все-таки там будет достаточно-таки прохладно Я возьму на всякий случай Вот такие вот тонкие носочки Спиццы Потом вот такие черные Они уже более теплые Самые теплые, серые Но мне кажется они мне не пригодятся Но на всякий случай Почему бы не взять Но я думаю, что они мне будут не нужны Поэтому просто вкладываю Вдруг нужны Но думаю, что Надеюсь не пригодятся Потому что они очень теплые Красную футболку С Новым Годом Потому что все-таки у нас еще Атмосфера Нового Года конечно же есть Поэтому беру такую красную футболку И сейчас ее складываю просто Вот так вот наверное Я конечно же еще не упаковываю вещи Как я буду их потом вкладывать с собой Потому что все-таки Ну это будет прям очень хорошо Все компактно упаковать Потому что сейчас у меня это не очень хорошо получается Но я думаю, что сделаю это После того, как сниму это видео Я надаю с собой вот такой вот свитерок Он очень красивый Moonlight На самом деле Достаточно-таки теплый Приятный Все-таки громоздкий Что огромный минус Потому что он реально большой Следующее, что я беру Это полотенце Потому что все-таки Мы едем туда Как я уже говорила Купаться тоже в горячих источниках Вот такое вот у меня полотенце Я решила себе выбрать очень классное Потому что мне захотелось Hello Kitty Мне очень захотелось Чтобы у меня было полотенце Hello Kitty Поэтому я его нашла И вот беру Потому что ну Почему бы нет Рюкзак на самом деле У нас очень уже наполнился У меня уже не хватает места Ну что поделаешь Что я беру дальше Это вот такие вот джинсы Они мне конечно же не совсем нравятся Потому что у них достаточно Такие широкая талия И я постоянно их прям затягиваю поясом Чтобы они не упали Потому что они еще получают С какой-то низкой посадки Но плюс в этих джинсах в том Что как видите Они на флисе То есть они очень теплые И конечно же Это просто огромный плюс Потому что я не люблю Всякие баллоневые штаны И так далее Я прям вообще их терпеть не могу Поэтому лучше уж у меня будут Такие джинсы Тем баллоневые штаны Потому что правда Я их вообще ненавижу Будет холодно В обычных джинсах Поэтому я надеваю колготки Еще вот такие вот джинсы с флисом Поэтому чтобы мне было очень тепло И я могла долго гулять В холодную погоду Ну давайте сейчас просто положим Наши джинсы Как я вам уже показала Они вот такие вот синенькие С подкладом Очень теплые И я думаю Что для вас могу Очень много снимать Контента на улице Потому что Я буду тепло одета И не буду мерзнуть Надеюсь Айфон тоже не замерзнет Там у меня лежит Конечно же Белье И еще у меня там лежат Получается купальники Точнее у меня там лежит Один купальник Сейчас я даже вам его Наверное покажу Вот так вот он выглядит Такой вот у меня купальник Синего цвета Я думаю вы видели его На фотках в инстаграме Вот такого синего цвета И вот такой вот пакетик У меня там со всем остальным Что я вам тоже говорила Так что давайте сейчас Его положим в наш рюкзачок И собственно На этом рюкзак у меня Заканчивается Будем тоже в кигуруми Поэтому я беру Своего любимого Вот этого кигуруми Единорожного Я очень его люблю Вы конечно же Думаю уже видели его в видео Поэтому показывать Нет смысла Но он очень мягкий И очень мило Заменяет мне пледик Когда холодно Я сразу же его надеваю Так что конечно же С собой беру Потому что мало ли Мы там замерзнем И нам нужен будет Кигуруми Как кстати Сейчас тоже надо Его упаковать Будет в пакетик Ну и собственно Его собрать с собой Так ну и переходим К тому в чем Я все таки поеду Первое что я решила Надеть Это получается Вот такая вот Кофта Свитшот My favorite blogger It's me На самом деле Я уже думала Что я не буду ее носить Но решила сейчас Наверное последнюю поездку Ее взять А потом уже Наверное перестать ее носить Потому что она Немножко поднадоела Но все таки решила Почему бы ее сейчас не взять Как видите У нее такие вот Рваные рукава И на самом деле Это очень удобно Потому что Мне не так жарко Потому что Обычные свитшоты Конечно же У них все рукава Тут целые А видите У нее тут получается Такая вот вентиляция Очень классно На самом деле Мне это безумно нравится Сама она серого цвета Тут вот так вот Переворачиваются буковки Вот такая вот Водолазка Можно сказать Или тоже кофта Похожая на Просто футболку Но с длинным рукавом То есть она прям Как футболка Не теплая Но с длинным рукавом Как видите Это получается Специально вот такая вот Водолазка Это на самом деле Комплект То есть получается Ты под низ Вот этой вот кофты Надеваешь вот эту вот Водолазку Чтобы тебе было не холодно Если ты например Хочешь чтобы руки Например не продувало Так что я буду Наверное так и надевать То есть когда мне будет холодно Я буду надевать И свитшот И вот эту штучку А когда будет жарко Я сниму свитшот Такие вот спортивные штаны Они просто черного цвета Как вы можете заметить Обычные Простые Но в них будет очень удобно Ехать в машине Потому что сначала Конечно же нам нужно доехать до туда А ехать где-то примерно Часа три с половиной Три часа Поэтому конечно же Мне нужно в чем-то ехать Это было еще с тобой Положить на всякий случай Тапки Такой вот пакетик И кладем к нам В огромный рюкзак Сейчас попытаюсь Запихать их И потом к вам вернуть Но все-таки сейчас Примерный набор вещей Я вам показала Вы конечно же увидите В чем я буду во влогах Так что обязательно Смотрите влоги из поездки Я надеюсь что вам не понравится Потому что постараюсь Сделать их более насыщенными Интересными И конечно же Очень крутыми для вас Так что я надеюсь Что вам понравилось это видео Обязательно поддержите мне лайком Подписывайтесь на мой канал На с вами была ваша Юля Всем желаю счастья Любви, добра До новых встреч И всем пока-пока Так друзья Также я знаю Что вы очень любите Видео разной распаковочки Или мои вообще покупки Я решила вам показать Так же что я купила Сегодня в каре Конечно же Это не относится к видео Собираю сумку Но думаю Что тоже будет в принципе интересно Потому что на самом деле Реально покупка такая Немного странная Снимала back to school Покупала себе кеды мармалата Говорила что они очень классные На самом деле Я проходила в них полгода Они мне не очень стали нравиться Во-первых Они стали какими-то стрёмными Поэтому я решила Купить себе новые Но уже не кеды Как видите А такие уже более полуботиночки Как туфли Потому что на самом деле Мне не очень нравится Сходить не в кожаной обуви Поэтому решила взять себе Вот такие вот кожаные полуботинки Потому что Так как сейчас зима Более зимние коллекции Стоят конечно же И вот Я очень много магазинов прошла И нашла в каре Вот такие вот полуботинки Как я уже повторюсь Они из натуральной кожи Очень классные Сами по себе Выглядят довольно-таки стильно Потому что такие модели Тоже часто выглядят Не очень красиво Теперь я буду ходить В таких вот классных Полуботиночках В школе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому